ну что друзья делаю кофе на power станции у нас сегодня с вами на обзоре экофлоу дельта 2 вы меня просили экофлоу рассказывали что лучше чем all powers в общем-то специально для вас делаем вот такой вот обзорчик на канале технозон киловатт ничек есть еще такая дельта 2 макс конечно же подписываемся нажимаем колокольчик и ссылки на проверенных продавцов вернее на оригинальных продавцов лежат в описании под видео но мы с вами поехали обозревать ну что вот так вот она выглядит вблизи для меня честно говоря вот центральная панель непонятно зачем разделяли розетки и допустим переднюю панель ну да ладно хотя я привык что все это на одном в одном месте дан на моих любимых all powers и скажем так и наблюдите кнопка питания блок у нас юсб зарядочек 2 юсб тайп си по 100 ватт 2 быстрые зарядки type а проверим насколько быстрые как их называю из битре юсб а формата 20 просто 5 вольт 1 ампер или 2 ампера тоже проверим экранчик информационный 99 часов это остаток в часах проценты и и здесь есть input output и видно у нас кстати вайфайчик тоже он сейчас подключен тоже приложение потом посмотрим сзади у нас заглушечка для экстра батареи в порт то есть мы можем сюда экстра батарею сейчас обязательно посмотрим сколько стоит и где купить и видите у нас вот на этой стороне порты зарядок это у нас для солнечные панели и плюс для автомобильной зарядки здесь у нас 220 это у нас предохранитель вот перри скажем так от перегрузки он вы он вывод стрельнет вот если будет перегрузка просто-напросто стрельнет дальше 4 розетки формата свинки пп которые включаются отдельным модулям есть dc input dc output до 1100 ватт можно заряжать дальше у нас тут есть вот такая вот штука автомобильной зарядки до 10 ампер и вот пожалуйста включается выключается 1200 ватт тут зарядка 1100 ватт дальше посмотрим уже фактические показатели вот в комплекте у нас автомобильная зарядочка пожалуйста есть у нас вот такой вот кабель dc в комплекте и есть обыкновенные 220 но хочу высказать свое фе power станции используются не только допустим дом они используются на природе и если вы уже ставите заглушки здесь то почему не поставить заглушки на модуль 220 вольт как вот здесь например да на суд есть all powers все в заглушках при этом заглушки правильные они знаете в чем проблема здесь вот чем заглушка заглушка сверху вниз вот о чем это говорит у нас может попасть какая-то влага какая-то капля то есть она должна быть либо боковая как-то либо сверху но ни в коем случае не снизу принципе вот это меня и не устраивает слушайте давайте сейчас пойдем посмотрим сколько они стоят именно перед тестами сколько стоят где купить а дальше мы переходим на тесты и уже будем там с вами все это тестировать кстати в отличие от r1500 r1500 дешевле вот мы сейчас увидим но в r1500 есть еще беспроводные зарядки 2 нету здесь нет и она стоит дороже вот так вот все переходим смотрим ребят посмотрим цену на экофлоу дельта портабл пауэр стейшн короче покупали в европе но я вам скажу один такой прикол до через нп-шопинг можно заказать но здесь видите вы там и увидите 899 долларов вернее евро 899 но ее лучше купить в германии на нп-шопинг потому что я вам сейчас покажу один прикольчик потому что при ее цене в германии все те же самые 899 вы можете немножечко сэкономить на покупке например вот у нас только для германии за 907 евро она идет power станция плюс вот такой вот 8 ваттный инвертор да то есть это очень прикольная штука честно вам скажу хотя цены те же самые абсолютно то есть на европейской розетки полностью для гид что в германии что в европе одинаково то есть я ссылки вообще на вот этот power станции вам на все закинул в описании под видео а еще и вам записывать писание под видео закинул ссылки на станции расширения потому что давайте так по порядочку поехали почти 900 евро многие мне там писали что можно купить там в украине дешевле но смотрите мне один подписчик купил и попал на то что это сен версия в украине купил ему потом вручили переходники да потому что это нифига не европа вот такая вот ситуация получу это реально вот украинский сайт то есть мне даже не о чем говорить теперь есть варианты покупки с 220 ваттной панелью есть с дополнительной батареи за 1648 евро опускаемся ниже и смотрим чего же не тут заявляют но первых от 1 до 3 киловатт то есть две батареи можно сюда подключить лиферовая батарея далее литий-железо фосфатная за 80 за 50 минут до 80 процентов и плюс у нас есть приложение короче плюс они еще показывают что у нас есть там батарея о явление солнечная батарея который за 3-6 часов может зарядить но тут давайте так справедливости ради солнечная батарея вы сейчас видите вставочку мы заряжаем вот солнечной 200 ваттные батареи фактически при прямом солнце эффективность батареи никто не отменял плюс угол наклона 136 ватт 136 ватта набрала также ее можно заряжать от автомобиля сразу могу сказать это автомобиля у нас пожалуйста тоже есть мы 100 ватт там 95 у нас получалось да но здесь зависит от вашего автомобиля если ваш автомобиль тянет до 150 ватт там до 120 она будет брать там 120 сколько там выдаст ваш автомобиль тут уже такое дело ну то что есть балконные солнечные батареи гибкие да вот по типу такой как мы показали то есть вы можете их присобачить на балкончик и будьте хорошо но на балкон не самое лучшее угол наклона должен быть полностью перпендикулярно падению солнечных лучей если он будет таким вот образом то есть само собой эффективность будет хуже а теперь давайте здесь не расписывать сколько может лампочка работать сколько ноутбук 16 зарядок это все неправильно рассчитывается потому что если мы говорим о емкости о емкостью опять эту солнечную батарейку здесь показали и так красивенько расписали до режим ups есть режим ups есть видите то есть если выключается свет а давайте так вот сейчас вот сразу увидите вставку мы делаем тест на режим ups при выключении света продолжает работать телевизор то есть он не моргнул не выключился мы подтверждаем что режим ups работает хорошо по приложению сейчас мы к нему вернемся вот они как раз показывают вариант с расширенной батареи все хорошо давайте доберемся до 5 лет гарантии кстати доберемся до характеристик 1024 ватта это емкость не путайте мощность емкость потому что у него мощность 1800 ватт есть вариант до 2700 ватт это с расширением то есть максимальная у нас с x boost там до 2 и 4 киловатра но там нужно будет подключать одно устройство сразу вам говорю то что куда выходит мы сейчас с вами проверим мы сейчас проверим есть два есть у нас два порта dc output до 38 ватт 12 6 вольт 3 ампера у нас зарядка от солнечной батареи 500 ватт максимально вот это кстати немножко трагично потому что можно было бы допустим на фигачи там три батареи было бы получше через 10 чаджин 1100 ватт через и си чаджин 1200 кстати вот мы пожалуйста опять вам ставка того как мы его заряжаем до 1200 ватт спокойненько доходит и заряжается лиферовая батарея и весит она 12 килограмм кстати немало 3000 цитную циклов зарядки разрядки до 80 процентов падения слушайте ну нормальная тема могу сказать вот пожалуйста где-то здесь есть станция расширения мы даже смотрели это у нас кстати другой другая power станция сейчас покажу станция расширения вот она дельта 2 smart extra батарейка она кстати стоит smart батарейка 749 лучше покупать вместе можно покупать через paypal очень удобно на самом-то деле через нп shopping доставляется очень очень быстро то есть фактически она еще на 1 киловатт но давайте так стоит эта штука 900 евро а я использую у меня есть r1500 данная которая делал обзор она стоит 700 евро допустим в той же германии и батарейка 649 евро зарядка то есть если те же то же самое предложение тоже самое приложение 18 киловатт мощность 1152 ватта даже чуть больше у нас емкость на 4 розеточки и сейчас покажу еще по компоновке мне на больше нравится и в этой станции больше плюс потому что солнечная зарядка у нас 650 ватт она поболее и зарядка от сети до полтора киловатта вот это вот немножко шумнее кстати мне тоже можно расширять батарейками то есть до трех киловатт для меня дешевле то есть на на самой power станции вы экономите как минимум сотку если по повар станцию плюс дополнительную батарею all powers то вы в принципе получите экономию до 300 евро а это извините меня ни много ни мало но мы вернемся к эко flow дельта опять же ссылки на которые я разместил описание под видео и пойдем сейчас ее уже тестировать все перешли так ну что начнем именно с тестов usb модуля потому что здесь мы с вами протестируем и форматы быстрой зарядки и конечно же протестируем с вами нагрузку смотрите есть у нас тайпсишечка в тайпсишечке у нас ездят у тайпси сейчас мы посмотрим какие у нас есть форматы быстрой зарядки так поехали протокол detection смотрим что у нас тайпси на 100 ватт покажет я вам скажу немножко разочарован потому что samsung hfc нет huawei в себе нет quick charge только до 12 вольт и quick charge 3 только до тоже 12 вольт вот это сюрприз зато power delivery 100 ватт да есть давайте пробуем 2 тайпси и тут для меня действительно небольшое разочарование потому что тот же самый у паверс мой любимый который приводил вам пример имеет еще и вот это вот кроме этого всего нормальный huge charge на 20 вольт и samsung hfc huawei fcp на 12 и степи кстати 40 ватт вот смотрите вот 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 вам пример давай покажи пожалуйста смотрите я сейчас включаю он не 10 включен чаю десешку смотрите что мы имеем здесь вот честно говоря для меня это вот удивительно то есть all powers имеет пожалуйста смотрите практически все кроме vogue все еще и те же самые 100 ватт смотрите раз все стандарты кроме биби кей я удивлен та же самая ситуация у нас с протокольными зарядками в type а то есть сюда это хорошие зарядки смотрите 5 вольт 2 и 4 смотрите samsung 9 вольт всего лишь афц 5 вольт и 9 вольт huawei fcp и всего лишь 9 вольт у нас quick charge блин ну не знаю в принципе это работает вот смотрите что у нас на all powers вставляем протокол детекшн 9 вольт афц такой же как там fcp 9 но мы имеем quick quick charge 12 вольтовый то есть у нас здесь суммарно протоколов зарядки больше вольт ажа по зарядке больше по различным прокурам давайте проверим нагрузку сначала мы проверим с вами нагрузочку type а конечно же вот мы вошли в киев charge догоняем его настолько насколько а это в сторону уменьшения настолько насколько он сможет нам позволит нам дать то есть 12 вольт будет пожалуйста 10 11 12 1247 даем нагрузку а мы кстати можем включить экранчик тоже здесь видеть нагрузочку но здесь будет плюс 2 ватта эта нагрузка сама по себе давайте 22 ватта 26 губа говоря 24 27 28 30 ватт 33 сколько там 33 да вот плохо видно блин капец 33 33 40 ватт 40 40 и 40 ватт 40 ватт фактически и фактически сейчас также проверяем с вами тайп си он должен нам спокойненько показать 100 ватт 100 ватт ну ключ от 3 он не войдет потому что power delivery trigger включаем 20 вольт и поехали мы можем кстати здесь видеть сразу же 35 ватт 36 37 40 50 давайте 65 70 80 90 что я вам скажу но 101 ватт здесь 98 сейчас мы догоним скорее всего вот 104 здесь 104 104 на 104 что он скажу честные порты все нормально 100 ватт 40 фактических но здесь 5 вольт полтора 2 ампер вообще не интересно хорошие порты однако мне не хватает на тайпсишечка hfc то есть быстрой зарядки самсунга здесь не будет как и huawei здесь будет но ограниченные 9 вольтами кьюик charge у нас ограничен тоже 12 вольтами никаких 20 вольт не к сожалению но это неплохо это классно работает мы выключаем это все дело то есть здесь мы все проверили все честно ну по крайней мере все что они заявляли честно теперь у нас есть вот такой вот тестер как мы его называем интер люкс почему потому что на единичке он берет 900 ватт на двоечке 1800 ватт у нас это 1800 1800 ватт станция смотрим 975 пожалуйста ох как тепло по было этого хватит в принципе на час она сейчас пересчитает потому что даже меньше чем на час 33 минуты потому что она разряжена на 60 процентов включаем 2 она должна 1800 ватт тянуть что в принципе она и делает отлично то есть она честные 1800 ватт свои работает теперь мы должны с вами проверить сейчас она должна упасть скажем так ну достат достаточно шумная давайте сейчас мы с вами проверим такую вещь как перегруз то есть мы отдадим нагрузку больше чем 2 киловатта сейчас он разогревается 1300 включаем на единичку не интересно 201 было то есть она сейчас работает 1800 сейчас идет мы начнем сейчас делать кофе и посмотрим насколько она даст о все зеленое поехали кипяточек доливаем смотрим на потребление 1030 все нормально 2 120 в пиковом до 24 держит но сейчас врубаем вот такую штучку и смотрим он должен уйти в перегруз все оверлот защита есть чему и зачем я это показал дело в том что у power станции у этой есть защиты от короткого замекания от перегрева от перезаряда от глубокого разряда от именно перед перегруза это это очень хорошо то есть защита на данной power станции есть мы это подтверждаем с этим вообще вопросов нет розетки честные и избежки честно и все работает давайте дальше обсудим с вами приложение и для чего же ее можно использовать но и смотрите у нас есть с вами вот такой вот приложение приложение простое которое можно включать выключать модули мы видим остаток заряда батарейки и в настройках мы видим что у нас есть общее использование можем приглашать кого-то у нас есть управление энергией что означает что говорит о чем то есть мы можем с вами управлять аккумулятор перестанет заряжаться на определенном проценте и есть резервный резерв как это называется то есть это когда можно поставить резерв чтобы она не разряжалась менее меньше 5 процентов чтобы она не уходила в глубокий разряд это очень полезная опция дальше у нас есть мощной зарядки мы можем поставить 1200 от 200 до 1200 в принципе это классная тема и оптимизировать зарядку аккумулятора но это всегда будет влиять на время зарядки бортовое напряжение бортом бортовое напряжение можем выставить 4 ампера 6 ампер либо 8 и автоматический запуск смарт-генератора есть такой ecoflow smart генератор для зарядки станции можем выставить процент на котором она будет включаться заряжаться но это такое себе дело смарт-генератор еще купить надо и куда-то присобачить x boost x boost позволяет заряжать до 2 не заряжайте использовать 27 киловатта но на одно устройство либо 2 и 4 допустим на много устройств пике то есть это вот такой вот себе классная тема здесь у нас время выключения в различных моментах есть у нас обновление лабораторные функции например когда включаетесь вы активируете эту функцию когда включаете power станцию вас будет включаться розетки такая себе функция честно говоря не дальше здесь у нас инструкции и больше ничего больше ничего поэтому я вам скажу то есть нормальный нормальное обыкновенное приложение как у всех вот знаете ничем не отличается то что он бану по вайфай подключается но это не самый прикол почему потому что если у вас например отключился вайфай на минуту там либо как-то или у провайдера пока он переключится поднимется то поверьте она потеряет связь тоже так же как и все power станции но для чего можно использовать можно использовать для питания например для холодильника например для газовых котлов в моменты длительных отключений либо blackout of у нее правильная синусоида и для этого она подходит под питание роутера питание например микроволновки для разогрева не для того чтобы она там 40 минут колбасе колбасила курицу а только для разогрева потому что вы должны понимать что эта киловаттная станция до вы можете купить двух киловаттные но суммарная суммарная мощность всех устройств если допустим киловатт у это перработает час если допустим холодильник котел и роутер потребляют суммарно 300 ватт то это проработает они потреблять меньше допустим там у нас было 200 ватт на на там использовали 200 это 5 часов работы если вы подсоединив еще телевизор и суммарно телевизор и�ů бокс у вас будут потреблять еще 100 ватт, 400, и у вас будет 300 ватт, то это на 3,5 часа работы, то есть вы должны научиться считать свои ваты, мы используем такие станции не только, допустим, дома, очень удобно, допустим, нет блэкаута, вы можете всегда взять на дачу, на природу, куда-то на шашлычок, всегда это зарядиться, либо использовать для света, либо использовать для каких-то, допустим, электроприборов уходных, например, если там где-то на природе, очень удобно, ну а в целом, я вам скажу, станция действительно крутая, кофлоу это действительно бренд, можно расширить батареи, но для себя, я если бы выбирал, то выбирал бы All Powers R1500, объясню почему, All Powers R1500 дешевле, а еще учитывая промокод технозон, дешевле конкретно, у All Powers R1500 есть беспроводные зарядки, да, можно точно так же расширять батареи, и плюс это все вынесено наперед, не так, как здесь по разным сторонам, потому что мне неудобно здесь мониторить, а здесь подключать, да, но ты не будешь постоянно, ну здесь USB-шки, то есть здесь USB-шки, а здесь авто и все остальное, и DC, ну это немножко неправильно, говорить то, что она тихая, не буду, она такая же шумная, как и все остальные станции, теперь, почему такие станции, они, например, инверторы и аккумуляторы, очень большой процент людей у нас живет на съемном жилье, тем более сейчас, и вкладываться в съемное жилье, оборудовать его какими-то овердорогими, а поверьте, сейчас инвертор плюс хорошие, допустим, батареи, это стоит недешево, никто не будет, а Power станция, в чем ее удобство, она небольшая, она не слишком тяжелая, если затянувшийся Blackout, там, допустим, 8 часов, да, там все разрядилось, вы можете поехать в пунктной зламности и зарядить ее там, и она зарядится 1200 ватт буквально там за час, кстати, еще одно сравнение, у All Powers зарядка полтора киловатта, здесь 1200, у All Powers зарядка солнечная 650 ватт, здесь 500, ну вот, вот как-то так, и все это там дешевле, но при этом, я вам говорю, вот мне просто говорили, вот за эти деньги можно Delta 2 взять, ребят, Delta 2, во-первых, слабее, в плане всех вот этих вот фишек скорости зарядки и тому подобного, та же самая лиферовая батарея, его единственное преимущество, он весит легче, кстати, не знаю почему, не знаю почему, потому, ну, в R1500 буквально там на 100 ватт емкость больше, кстати, там емкость на 100 ватт больше, поэтому я вам скажу так, мы рекомендуем однозначно, ссылки в описании под видео, заказывали через NP-шопинг в Украину, с вами был Бабал на канале Технозоны, такая вот EcoFlow Delta 2, пока.